приветики дорогие друзья сегодня наше видео будет посвящено такой теме чего мы сегодня будем делать мы сегодня загрунтуем на балконе стены под дальнейшую отделку мы будем обшивать стен гипсокартоном и что и проштробим стены проштробим и сделаем штробы под проводку на кухне так как сегодня пятница можно шуметь же правильно я еще и ты еще все работают все работают ребят все работают никто не лынды не бьет все работают . вот это и уже могли видеть в одном из ролики она стала здесь акриловая бетон контакт вот розовенького гламурного цвета сейчас мы ее размешаем и нанесем на стены наносить будем кистью потому что валиком здесь будет невозможно нанести здесь такая поверхность просто который валик ну не возьмет и валик ну вот загрунтовал уже не стал показывать потому что ну что как кистью мазать видео загрунтовал вымазал всю грунтовку которая у меня была делая упор на те места где есть масляная краска ее мне хватило этой грунтовки а все остальные места где нет грунтовки это вот место сверху и снизу где были наплывы штукатурки где я ее сбивал и здесь масляной краски нету поэтому програнтовал просто обычной грунтовкой там глубокого проникновения сейчас она будет сохнуть будет 24 часа там написано что следующий слой наносится через 24 часа сохнет она высыхает уже через три-четыре часа но вот именно наверное скорее всего что там написано про то что работы и остальные производить следует только спустя сутки ну поэтому ждем пока она высохнет ребята пока у нас сохнет грунтовочка на балконе мы решили и пока еще день можно шуметь мы решили не тратить время и простропить штробы для проводки на кухне и расчетил я сейчас где будут проходить штробы вот здесь на этой стене на этой стене будет две штробы одна короткая под под вытяжку и 1 длинная для розеток на варочную поверхность духовой шкаф и микроволновку на вытяжку мы делаем на высоте 2 метра 2 10 2 10 а для духовки и варочной поверхности мы делаем на высоте 70 сантиметров для того что это будет такая средняя . для духовки и варочной поверхности здрасте а вот наша хозяюшка пришла посмотреть наверное что мы тут делаем все правильно не просто посмотреть а проконтролировать ну куда же без тебя моя милая значит под холодильник сделаем две штробы над холодильником сделаем две штробы одна штроба будет под розетки на расстоянии 170 миллиметров от стены вторая под слаботочку на расстояние 30 30 сантиметров от стены на высоте будем делать 220 2 метра там с небольшим у нас холодильник высота ну и над холодильником будут эти розеточки и под телевизор и они будут в углу там их практически не будет видно и вот там вот на уровне где заканчивается кабель вниз на высоте сука я тут что ему писал вообще а вот писал метр это столешница и ну сделаю штробу на высоте метр пятнадцать метр пятнадцать если что я потом просто додолблю немножко метр 20 ну у тебя столешница будет вот так вот метр метр и на столешнице и сколько тебе надо чтобы было розетка на какой высоте от столешницы я думаю что это будет за глаза чайничек подключиться ну что буду начать а ты там не будешь работать она у нас до сих пор работает на удаленке между прочим я работаю всегда какое-то время и там просто нельзя чтобы я шумел поэтому тебя нормально сейчас говори совещание ты созвон это такое он совещание у тебя так ну что буду начинать как всегда ребята не забываем про средства индивидуальной защиты чем буду стропить буду стропить болгаркой просто болгаркой и алмазным кругом и потом будет капец конечно и все и потом перфоратором зубилом буду выбивать эту штробу надо уже сделать раз сегодня сегодня пятница но у нас выходной и в рабочий день можно шуметь поэтому пользуемся этим моментом ребята всегда используйте защиту для болгарки поберегите себя ну что сделали 2 струбы болгаркой тоненькие сейчас будем выбивать это все перфоратором из-за трубой будем тоже выбивать перфоратором потому что ну понятно там болгарка не подлезть ничего не остается ну что ребят вот такие вот что бы у нас получились замечательные извиняюсь что руки дрожат перфоратора иди посмотри я хоть там стену не пробил нигде не потрескалась в общем ребята все проштробил что бы делал где-то скажу сейчас даже точно сколько шириной ну шириной где-то полтора сантиметра шириной где-то полтора сантиметра чтобы делал чтобы можно было и провод спокойненько туда усадить и на крепление еще место оставалось ну и засверлился сразу отверстие все засверлил чтобы здесь уже не шуметь по проводке то есть я потом сразу провода эти потолку прикреплю сразу в стену на дюбель хомуты провода посажу ну и все это уже шумных работ в принципе нет ну это вот один из способов таких конечно это способ очень пыльный здесь сейчас это пыль будет оседать еще очень долго очень долго я не знаю когда мы вообще сможем заходить сюда и обязательно я вот знаете как бывает хорошая мысля приходит опосля это я уже когда вот эту стену вот на этой стене начинал штробить уже тогда зависел только вход на кухню хотя нужно было это сделать самым вот сразу с самого начала только я это самое начинал штробить ну вроде как сильно там особо не налетела все это выдувал на балкон пока там на балконе все еще сохнет я посчитал что там 24 часа сохнуть будет грунтовка поэтому смысл нет лучше потерпеть и завтра спокойненько гипсокартона сегодня может гипсокартон просто закупим привезем всего сюда и все поэтому так как пятница нужно было сделать что-то такое шумное чтобы на выходной день не тревожат соседей да и чуть не забыл еще выбил штробу в которой был провод на выключатель смотрите он просто просто 22 провода шло белых алюминиевых обычных проводов никакой тебе двойной изоляции ничего тут нету там какой-то картон кон картонкой полумесяц закрыт вот там где распределительная ну типа как распределительная коробка в это же место в штробу я и буду прокладывать провод на выключатель вот такие вот печки лавочки вы что думали что конец видео специально для тех кто досмотрел этот ролик до конца песня по просьбе одно из подписчиц это булаток у джава виноградная косточка сегодня я исполнил виноградную косточку в теплую землю зарублю и носу поцелую из пьяной грозья сорву и друзей созову на любовь свое сердце настрою а иначе зачем на земле этой вечной живу собирайтесь как гости мои на мое угощенье говорите мне прямо в лицо кем пред вами слыву царь небесный пошлет мне прощенье за прегрешенье а иначе зачем на земле этой вечной живу в темно-красном своем будет петь для меня моя дали в черно-белом своем преклоню пред нею главу и заслуживаюсь я и умру от любви и печали а иначе зачем на земле этой вечной живу и когда заклубится закат по углам залетая пусть опять и опять передо мною проплывут наяву синий буйвол и белый орел и форель золотая а иначе зачем на земле этой вечной живу вот такие вот печки лавочных и